Всем доброго времени суток. Сейчас я попытаюсь вам рассказать, как необходимо использовать истребители. Истребитель производится на авиазаводе второго уровня. Для его постройки нужен штаб третьего уровня. Чтобы пошел процесс создания истребителя, вам нужен аэродром, на котором есть свободная платформа. После окончания производства истребитель летит на ближайший свободный аэродром. Пока он летит с авиазавода на платформу, управление им невозможно. Когда истребитель еще заказывается на авиазаводе, ему уже присваивается свободная платформа. В дальнейшем садится всегда на эту же платформу или же на другое свободное место, если старый аэродром уничтожен. Если аэродром вам уничтожили и свободных мест нет, то самолет улетает за край карты и исчезает. Если вам уничтожили все аэродромы, то нужно быстро поставить, строится новый и желательно включить буст строительства, чтобы успеть построить аэродром до того, как ухречет, кончится топливо и он улетит. Зная такую фишку, вы можете дождаться, когда у авиаза противника закончится топливо, а затем уничтожить аэродромы, на которых базируются вражеские самолеты. Если у противника нет запасных аэродромов, то у самолета поднимутся воздух и улетят за край карты и не вернутся. Построить новые аэродромы он не успеет. Противник сильно просядет по экономике, так как истребители не дешевые, а уничтожив один аэродром с четырьмя вертексами, противник потеряет только на самолетах около 1200 ресурсов. Плюс аэродром стоит 300 ресурсов. В итоге получаем, что он потеряет 1500 ресурсов за 10 секунд. Да конечно же, если у вас остались кречеты для такого маневра. Давайте вернемся к аэродромам с кречетами. В меню управления самолетом есть какие-то кнопочки. Левая крайняя кнопка дает возможность самолетам патрулировать территорию. Указываем две точки, и самолет будет летать по заданному маршруту. Если будет вражеский юнит или строение, то он его начнет атаковать. Когда кончится топливо, то кречет вернется на аэродром и будет заправляться и ремонтироваться, если получил повреждение. Когда он заправится, нужно заново указать точки для патрулирования. Без вашей команды он не полетит с аэродрома. Следующая кнопка заставляет истребителя подняться в воздух. По сути, это тот же режим патрулирования, точки которого проходят где-то в центре аэродрома, на котором стоял истребитель. Еще одна кнопка, она позволяет вам выбрать аэродром, на который вы хотите перебазировать свой истребитель. Выбрать именно какую-то платформу, посадить самолет вы не сможете. Если аэродром пустой, то самолеты садятся на него в такой последовательности. Первый самолет садится на платформу сверху справа, второй на сверху слева, третий на нижнюю слева и четвертый на нижнюю справа. В общем против часовой стрелки. Расстановка, истребитель и назначение их в отряда. Зачем это делать для начала? Если взять все самолеты и назначить их в один отряд, то их эффективность снижается. В ручном режиме управления вы можете атаковать только одну цель. На одну эту цель вы выпустите в нашем случае 64 ракеты. Один кречет запуск отправляет 4 ракеты в цель. А зачем так много, если к примеру для уничтожения цели требуется 8 залпов, это 32 ракеты? Лучше использовать другие истребители для уничтожения другой цели, что в несколько раз повышает эффективность кречета. Зачем нужно разделять самолеты на несколько отрядов мы разобрались, а какие самолеты и в какой отряд распределить и зачем. Дело в том, что если вы взяли 4 самолета с одного уродрома, то при заходе на цель они скорее всего сольются в одно целое, 4 истребителя в одном, к примеру. В таком случае, вместо того, чтобы получить урон одному самолету от ПВО, или вражеских истребителей, его получат все и сразу. Если в такую кучку попадут вертексы, то скорее всего все ваши самолеты упадут сразу же. Связано это с тем, что ракета имеет урон по площади, сплэш. Попадая в одну клетку, они наносят урон всем юнитам, которые находятся в этой клетке. Лично я часто встречаю таких конфедералов, и даже меньшим количеством самолетов уничтожал в 2 раза больше самолетов противника за 1 залп. Ну думаю вы поняли, давайте тогда научимся распределять самолеты в отряда правильно. Главная задача сделать так, чтобы в одном отряде были самолеты с разных аэродромов. Смотрим на расположение кречетов на аэродроме. Кречеты смотрят вовнутрь аэродрома, а вертексы наружу. При вертикальном взлете самолетам нужно еще время, чтобы развернуться в указанное направление. Поэтому будем выбирать самолеты с двух аэродромов, которые смотрят в одно направление. Выбираем два самолета с одного аэродрома и два с другого. Повторяем то же самое с вторым отрядом. При назначении отрядов ваши самолеты намного реже будут сливаться в один, чтобы повысить их выживаемость. Это наверное один из самых важных моментов, когда вы играете авиацией. Расстановку отряда мы разобрали, теперь я должен вам объяснить непосредственно про само управление самолетами в бою. У нас есть еще один режим атаки. Если нажать быстро в одну клетку два раза, то самолет начинает атаковать все что видит. Сначала истребитель пролетит над целями, а на развороте он начнет уже атаку. Раньше был приоритет цели автоматически. На первом месте были воздушные юниты, потом мобильное ПВО, затем стационарное ПВО, другие юниты и оборонительные здания или же электростанции. Но после теста я заметил, что самолет атакует в основном просто наземную технику или оборонительные сооружения. Может я конечно что-то неправильно сделал, а может разработчики что-то изменили. У нас осталось разобрать последнюю кнопку, это отбой. После нажатия ваши самолеты немедленно развернутся в сторону своего аэродрома и полетят на него. Благодаря этой кнопке вы можете маневрировать и не забирать все ПВО противника. Как бы это было в случае, если бы самолеты летали для атаки цель через всю базу противника. Это очень полезный маневр, который опять повышает эффективность самолетов. Используя его, вы можете уничтожать противнику здания, которые не прикрыты ПВО и ничего при этом не теряя. И этот же маневр можно использовать в воздушном вою, но про него чуть позже. Сейчас мы научимся атаковать базу противника, на котором много ПВО. Есть два способа. Первый. Вы производите минимум 3 аэродрома самолетов. Назначайте их в отряды, как мы это делали до этого. Количество самолетов в одном отряде должно быть такое, чтобы ПВО противника уничтожалось с одного захода. Точные цифры дать не могу, все зависит от прокачки вашего самолета, количество очков умений на авиации, прокачку противника, есть ли или нет у противника. Очки умений на атаку и броню зданий, какой буст используете вы и какой буст использует противник. Вы должны сами понять, сколько потребуется самолетов в отряде для уничтожения одного ПВО. Перед атакой нужно разведать базу противника, отметить себе цели, приготовиться к атаке. Когда вы готовы, назначили 2 или 3 отряда, то перед отправлением лучше отправить один самолет вперед от остальных. Все ПВО противника сделают залп по одному самолету, и ваши самолеты сразу же уничтожат несколько ПВО противника. После уничтожения первых целей, указывайте сразу же новую. Таким упростым способом вы сможете лишить противника всех ПВО. Уничтожайте противник устроен дворы, штаб и его сопротивление более будет невозможным. Второй способ. Он подходит больше для вертексов. Благодаря большей скорости, они собирают меньше ракет от ПВО. Но их жизни у вертекса меньше. Вам может хватить 4 вертексов, чтобы уничтожить 3 ПВО без потерь. Выбирайте вектор атаки так, чтобы можно было уничтожить отдельно стоящие ПВО противника и не попадать под остальные. Старайтесь при этом не терять вертексы. Если у них мало жизни, то лучше отказаться от маневра и отправить их на ремонт. Есть много вариантов атаки базы противника. Вы можете постоянно уничтожать ему ПВО. Можете уничтожать электростанции все, чтобы лишить противника энергии. Можете постоянно атаковать центры снабжения, чтобы у противника просто кончились ресурсы. Расскажу еще про такую тактику. В начале игры вы строите самолеты. Вы быстро нападаете, пытаетесь заражить. Если у вас не получается, то можно быстро выйти в тяжелую технику, при этом постоянно атакуя противника самолетами, чтобы он ставил много ПВО. Когда противник начнет выходить в тяжелую технику, вы быстро уничтожаете все заводы и давите противника земли. Противник просто не сможет отбиться от вашей наземной атаки. Тактика больше подходит для конфедерации. Ну и еще одна крутая фишка для конфедерации. Вы можете четырьмя вертексами уничтожать один хамелеон. Для этого выбирайте два отряда, один плюс три. Первый истребитель ищет цели, а три истребителя летят за ним, примерно отставая от первого на пару секунд. Первый истребитель обнаруживает хамелеон, а остальные атакуют его сразу же. Противник без разведки точно не успеет включить хамелеон. Если противник неопытный, то таким маневр вы можете лишить его до трех хамелеонов сразу же. Один самолет отправляете без отряда на разведку, а три отряда, на который уже летят за первым. Увидели цели, отдали быструю команду, и у противника нет трех хамелеонов. Я сам часто использую этот маневр для уничтожения противника хамелеонов, когда играю с сопротивлением на сопротивлении. Сопротивленцы. Гайдами для хамелеонов, но скажу вам, если у вас есть три хамелеона, то держите всегда один включенный, чтобы не допускать таких потерь. А теперь самое вкусное. Думаю, для кречета это больше подходит. У нашего устребителя есть пулемет. Чтобы нанести им больше урона, кречету надо лететь на цель до упора, чтобы пулемет сделал максимальное количество очередей. Поэтому второй способ не очень хорошо подходит к кречету. Нам приходится атаковать здание в лоб. Ну и жизнью корречета больше, что позволяет нам атаковать в лоб при больших количествах самолетов. Чтобы повысить эффективность самолетов до двух раз, я сейчас научу вас маневров к колечке. Выбираем отряд самолетов, смотрим на базу противника и пытаемся наметить себе маршрут, по которому будет проходить атака. Сначала мы атакуем первую цель под прямым углом, затем нужно определить новую цель, чтобы самолет развернулся на 180 градусов и атаковал новую цель. Выберем для атаки второй павлом. Таким же образом третья и так далее. Чтобы не было сдержек, нужно указывать новую цель за секунду до уничтожения первой. Делать это нужно, потому что игра у нас онлайн и у всех имеется пинг. Пинг у всех разный, у кого-то выполнение команды происходит через полсекунды, а у кого-то может быть и через три. Вы должны понять, какая у вас задержка и за сколько секунд нужно указывать новую цель для атаки. В обычном режиме истребитель делал 7-8 залпов, а в режиме ручного управления колечками число залпов можно увеличить до 14-16. В два раза больше. За один вылет. Думайте сами. Этот маневр можно использовать где угодно, даже для уничтожения вражеских истребителей. Если вы отлично будете контролировать ситуацию, то можно постоянно выходить в хвост вражеским истребителям и уничтожать их. Про воздушный бой. Тут все очень сложно, и я сам не умею ими контролировать ситуацию, но так как я летать стал недавно и опыта еще у меня мало. Но рассказать я все же вам кое-что могу. Если вы знаете, что противник вылетел в сторону вашей базы для уничтожения здания, то выбирайте ваш самолет в режим патрулирования и отправляйте их встречать. Вертексы, летящие на здании, по кречетам стрелять не будут и вы сможете сбить вертексы без посерий. Если же противник собирается уничтожить ваши кречеты, то старайтесь разбросать все самолеты в разные места. Вертексы, летящие одной кучкой, начнут гоняться за одним кречетом, а все ваши самолеты сядут на хвост вертексом и начнут их уничтожение. Самолеты очень хорошо справляются с надземной техникой и флотом. Чтоб выжать максимум из вашего вылета, нужно начать атаковать другие вражеские юниты как можно раньше, чтоб успеть прилететь на заправку и успеть сделать еще один боевой вылет. А то бывает случай, если противник не поставил разведку, то приедет большая армия и занесет пол базы, пока он будет уничтожать ее. Такого допускать нельзя. Ставьте разведку всегда, это залог победы, когда вы играете любой тактикой. Добавляю, что вспомнил еще. Старайтесь ставить свои аэродромы позади базы, чтоб их было труднее уничтожить. Можете атаковать базу противника через край карты углом, чтоб уничтожить быстро здание противнику и улететь практически без потерь. Тактик, конечно, огромное количество. При игре с кречетами и вертексами, но всех их перечислить нужно много времени, а я уже только этот сценарий пишу два с половиной часа. Так что думаю, вам и мне проще будет посмотреть бои в ютубе с использованием авиации на практике. Как пример, ссылка будет в описании. Спасибо игроку-актеру за то, что рассказал мне все фишки авиации и научил использовать. Ссылка на его канал также будет в описании. Также советую посетить следующие каналы, если вы хотите узнать, каким образом еще можно использовать авиацию. Там найдете более подробные тактики, тайминги для атак. Я два месяца готовился к съемке данного гайда. Это, наверное, самый сложный гайд по Art of War, который я делал. И ура, я его сделал. Надеюсь, я вас чему-то научил, информация была полезна для вас. Спасибо всем большое за просмотр и всем всего хорошего. Продолжение следует...